Придите, поклонимся, и припаде ко Кресту, Спаси ты, Синепоти, Воскреси и Светы, Болёшься ты, Аллилуйя. Господи помилуй, А ежи благослути добрые намерения рабов своих, Братья, стабейте сия и рабов Божьих Ефимия Леонида, Ей благоизволите благополучно начать и спешно, Кроме всякого препятия, во свалусу и скончать, Силою, действом и благодати Пресвятаго Духа Господу помолимся, Господи помилуй. А ежи труждающимся делателям благопоспешства Всем подайте и дела рук их исправите, И в совершении силы действуем и благодати Пресвятаго Духа Спешно произвести Господу помолимся. Места, где расположен Муромский монастырь, суровые. Рыбаки или группы любопытных туристов Особенно убеждаются в этом зимой. Древнюю обитель, расположенную на восточном берегу Онежского озера, с трех сторон обдувают Обжигающие холодные ветра. Ближайшее поселение от монастыря в пятнадцати километрах. В мертвый сезон, пока не встал лед, А озеро слишком уж неспокойное, Вдвое дольше ехать в обход по разбитой старой дороге. Но как бы то ни было, к монастырю с богатейшей историей Путешественников притягивает какая-то необъяснимая сила. Муромский монастырь Более шестисот лет назад был основан выходцем из Византии Преподобным Лазарем. Появление Лазаря на русской земле имело громадное значение. Из Византии в Новгород, а потом и в Москву Он передал драгоценное наследие Великой Церкви Византийской империи Белый клобук Патриарха, как символ свободной и чистой церковной власти. Теперь клобук носит Патриарх Московский и всея Руси. На эти земли он пришел уже будучи в возрасте. Лазарю исполнилось шестьдесят шесть лет. Он поставил здесь крест, построил небольшую хижину, часовню И стал жить, проводя время в молитвах. Но неприветливо к Лазарю оказалась эта земля. О его приходе прознали местные жители, лопари, сыроядцы, да чуть. Всем сердцем не взлюбили они отшельника. Не по нраву им пришлась вера Лазаря, не по душе Бога Преподобного. Ведь молились и поклонялись местные племена своим языческим идолам. Немало скорби пришлось пережить Преподобному Лазарю. Много страданий перенести. Лопари не единожды жгли его хижину, нападали на отшельника, били его. Хотели даже убить. Но Лазарь терпел, строго следуя вере своей. Хотя он и был богат, он мог вообще-то вызвать войска новгородских, потому что он был очень знаменит среди вот новгородских людей. Он мог попросить, чтобы пришли дружинники и разогнали эти племена. Но Лазарь не хотел, чтобы силой кого-то прогонять. Он верил в Бога, что Господь их обратит. Обратит их к вере своей и согреет их своей любовью. И вот Лазарь же молился о спасении этих людей. Лазарь верил, что Господь спасет и сохранит его, не спошлет ему силы и поможет выдержать в этом жестоком противостоянии. Так и вышло. От страданий его избавила чудотворная икона Божьей Матери. Единственное, что уцелело после очередного нападения злобных племен. К нему пришел вождь Вопарей и сказал, что «Ваши люди нам велят отсюда уйти». А ведь Лазарь был один. Лазарь понял, что это ангелы Божьи. Велят уйти этим людям отсюда. И вождь Вопарей сказал, «Если ты человек Божий, то исцели моего сына и мы отсюда уйдем». А сын у него был слепорожденный. Лазарь привозил его к этой чудотворной иконе, окропил святой водой, и сын прозрел слепорожденный. Тогда сам уверовал в силу Лазаря, точнее, в силу его молитв, сам в вождь. Остался со своим сыном здесь, а племени велел идти, вот как написано, жить в Лазаре, на север к морю океану. С тех пор и начинается история одного из древнейших в России монастырей. Эта обитель переживала всякие времена. Здешние земли помнят добро и никогда не забудут зло, что творилось на них. А в летописях бережно хранятся имена настоятелей монастыря, которые управляли им в разные годы. Пожалуй, самое непростое время для монастыря пришлось на двадцатый век. С восемнадцатого года как таковой обители уже и не существовало. Здесь обустроили сельскохозяйственную коммуну. Жители окрестных деревень заготовляли дрова, пилили бревна, тесали жерди. Рядом с монастырем построили небольшой лесопильный завод и верфь для постройки судов. Потом здесь хотели построить кирпичный завод и организовать рыболовецкий колхоз. Но вместо этого сделали тюрьму для ссыльных священнослужителей и дом-интернат инвалидов. Все, кроме того, что здесь должно было быть. Колхозники полностью уничтожили и разрушили великолепнейшее хозяйство монастыря, оставшееся после революционного погрома, переворота. Полностью изничтожили. Во всем уезде хозяйство монастыря славилось. Не то, что там было хорошее, а славилось. Животноводство, посев и рыбные ловли славилось. Но, как говорят в народе, Бог не бывает поруган. Какое бы строительство ни задумывались здесь люди, не получилось возвести ничего. После долгих лет надругательств, осквернения и упадка уже в начале 90-х годов прошлого века было решено начать возрождать Муромский монастырь. Случилось это после приезда на пудышские земли владыки Мануэла. Переделали храм, доделали, скажем так, братья. Начала домовую церковь Свят Николая нашу обустраивать. Доустроила до конца. И стал с Божьей помощью создавать послушание. Трапезная, кухня, хлебопекарня и все остальное. Потом дом наместника сделали с библиотекой. Потом братский корпус один, второй и корпус. Дома, просто уж корпус. Забор, само собой столярка и все такое прочее. То место, где в Брате не будет праздновать. И все для того, чтобы молиться. В молитвах обитатели Муромского монастыря проводят большинство своего времени. Два года назад на территории обители появилась небольшая колокольня. С тех пор, как и положено на службы монахов созывает звон ее колоколов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В постоянном монастыре живет и трудится не так много монахов. Любая мелочь достается этим людям с огромным трудом. Монахи все делают сами. Не нанимают рабочих, не зовут никого на помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый, кто когда-либо бывал в Муромском монастыре, пробовал здешний хлеб. Его пекут в отреставрированной старинной русской печи. Рецепт муромского хлеба весьма незамысловат. Вода, мука, соль, дрожжи да отруби. Но неповторимый вкус ему придает запах сосновых дров и чистая нежская вода. Любой труд в Муромском монастыре – это послушание. Через них монахи учатся помогать ближнему своему. За работой они забывают о лицемерии, лжи, лукавстве, стараясь помнить единственное свое призвание – целиком и полностью посвятить жизнь любви к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Именно в таких суровых условиях, уверенный обитателем Уромского монастыря, можно и нужно возродить некогда утраченное в России понятие монашества. И сделать это могут лишь те, кто не укрывается в обители от мирских проблем, а кто решил познать здесь истинную любовь к Богу. Любовь Это самоотречение Вот есть три обета монашеских Это нестяжание, послушание и Отречение от славы человеческой. Ну, это целомудрие. Только лишь человек От любви может отречься именно от денег, отречься от власти, отречься от славы человеческой. Мы собираем золото любви к Богу. Но что такое любовь? Любовь может быть только жертвенной. Когда кого-то любишь, нельзя любить наполовину. Нельзя любить частично. Это не любовь, это влюбленность. Когда я от любимого что-то получаю. Любить можно до конца, любить можно всего себя отдавая. Любить именно тот, кто жертвует собой. И вот как раз Господь показал свою любовь нам, что Он всего себя отдал. Всю свою кровь всего себя отдал нам. Вот до какой степени Он нас любит. И человек, научившись, понявший любовь Христа к Нему, идет в монастырь для того, чтобы отдать всего себя, как Христос всего себя отдал нам. Он дед подражает Христу. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Одновременно с восстановлением святынь Муромского монастыря, те же монахи практически заново строят и храм Александра Невского в Пудыше. Здесь расположено монастырское подворье. Как и Муромский монастырь, старинный пудырский храм из красного кирпича разрушили при советской власти. На купола накинули тросы и обрушили маковки на землю. Более ста лет назад на этот храм пожертвовал купец первой гильдии Николай Базикский. В постройке этого храма, говорят кринные будожане, нашла свое выражение русская натура Базикского, человека, который не умел делать добрые дела наполовину. На его деньги из Петербурга пригласили лучших мастеров. Летом материалы крестьяне возили по воде, а зимой на санях. «Есть меценаты в наши дни. Скоро в храме появится новый иконостас». Приехали к нам в монастырь два человека – отец и сын. Так потом оказались довольно богатые люди. Пожили у нас, поняли, как мы живем, какие наши проблемы. Уехали и потом позвонили и сказали, «Знаете, мы вам решили заказать иконостас для вашего храма». «Со святыми упокой, Христе души, раб твоих, и держи несть болезнь и печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная». Словом, история Пудовского храма – черная да белая полоса. Время потрепало не только ветхие стены, досталось и священнослужителям. Это место называют Черной речкой. Здесь покоятся около тысячи пудажан, расстрелянных в 37-м году прошлого века. Среди них несколько монахов и настоятель храма Александра Невского – отец Платон. «Люди доказали свою веру, любовь к Богу до смерти, что они не предали Христа, что они согласились лучше быть сами убитыми, чем на кого-то наклеветать, чем лучше согласились положить свою жизнь за други своя». Ради этих людей, ради возрождения православия в Пудовском районе и восстанавливают монахи древние обители, чтобы по законам бытия все вернулось на круги своя. Субтитры создавал DimaTorzok